от блуда дочери что можно предпринимать ваша дочь не блудит это просто у нее молодость не нужно переживать по этому поводу с ее конкретно элементами все хорошо также хочу сказать случай если у человека в презрелом возрасте в очень взрослом возрасте не заканчивается блуд то есть у человека одержимость прямо я знаю таких и мужчин и женщин они обычно ну там если женщина это там шесть раз в неделю мастурбации если мужчина там 45 раз в неделю анонизм то есть есть такие люди которые вот одержимы этим при этом у них возможно и не будет такого что они хотят с кем-то переспать или хотят кого-то найти ну возможно у них этого даже нет как правило этого и не то есть это все заканчивается либо перевозбуждение постоянно у них желание тогда с чем это связано как ни странно по моему мнению я думаю что это связано с дельминтами когда-то я прочитал в одной умной книге там было сказано что у гельминтов нет своих сексуальных каких-то гормонов и для того чтобы у них там что-то происходило необходимо чтобы были гормоны у человека который является носителем поэтому человека появляется вот такое вот состояние при котором у него появляется вот держимость такая даже ему не особо хочется но он не может ничего сделать чтобы об этом не думать и я придумал такую тему в свое время даже гипотеза у меня такая была я ее какое-то время какое-то время пытался хоть каким-то образом опровергнуть или доказать в небольшом количестве исследовал людей много было таких правда много много было таких людей хоть это и смешным кажется которые смогли выйти замуж на фоне моего рецепта то есть я давал рецепт который поможет женщине избавиться от гельминтов женщина при этом не только успокаивалась а еще и выходила замуж что это за рецепт был такой простой рецепт я его когда-то вычитал в книжке какой-то это рецепт выведения глистов с помощью чая зеленого нужно взять зеленый чай крепко заварить один стакан обычно берется один стакан кипятка сверху засыпается одна столовая ложка зеленого чая после остывания чая его необходимо пить не горячим а теплым добавляется на один стакан три столовые ложки коньяка дорогого и добавляется одна или две чайных ложки сахара или меда ну лучше сахара добавляется растворяется вечером за 1-2 часа до сна выпивается и через 20-30 минут после выпивания необходимо выпить одну или две столовые ложки касторового масла после чего утром у человека делать это необходимо 10 дней подряд все виды гельминтов которые есть выходят утром если есть гельминта обычно становится очень плохо так как спирт имеет и спирт замедляет реакции глистных инвазий они при этом не могут сокращать мышцы там сосущие которыми крепятся к кишечнику выходят или выплывают в кишечник так как у них или поражение происходит еще и дубильными веществами которые есть в чай и наш кишечник их разрушает съедает растворяет и после этого происходит токсическое отравление именно поэтому первые два дня в случае если у человека есть разные виды гельминтов может происходить вот такое отравление с утра необходимо попринимать там какие-нибудь сорбенты можно там энтеросорбенты любые там активированный уголь или энтеросгель какой-нибудь с диоксидом кремния то есть вот такие какие-нибудь вещества которые могли бы помочь избавиться от токсинов выполнять это нам необходимо перед сном выполняется обычно 10 дней подряд и через 10 дней цвет лица меняется улучшается качество ногтей улучшается вообще самочувствие состояние меняется характер обычно если женщина не может никаким способом выйти замуж после вот таких процессов выходит